Присутствие исполнительной власти и законодательной в доме номер 105, корпус 2 по проспекту Стачек чувствуется везде. Многие жильцы до сих пор уверены, что их домом управляет никто иной, как Валентина Ивановна Матвиенко. Зато лавочки устанавливают депутаты Тюльпанов и Милонов. В подшефном доме стало заметно уютнее, чище и веселее. Благодарности от электората хоть отбавляй. Она приезжала здесь, ходила, смотрела территорию, вокруг дома обошла. Она нам нравится, она хороший губернатор была. За 8 лет очень много сделала. Этот дом на выборах проявил небывалую активность. После голосования Валентина Матвиенко на правах депутата объехала доверенные ей территории. Жители сделали ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Бабки стоят и говорят, что, мол, сделайте это, чтобы вы здесь курировали. Потому что она хоть в Москву уехала, это ладно. Она говорит, хорошо, я буду вашим управдомом. Хотя против шефства Валентины Ивановны жильцы ничего не имеют, однако некоторые больше доверяют своему настоящему выборному управдому. У нас свой управляющий дома есть. Я не знаю, но я платю по квитанции. Зачем ей нужно это? Ей что, деньги нужны? Четких обязанностей, как таковых, должность управляющего делами не подразумевает. Важно только одно – помогать жителям дома. А помощь им потребуется. Дом старый, построен еще при Советском Союзе. Жители надеются, что у Валентины Матвиенко хватит возможностей, чтобы даже из Москвы приглядывать за этим зданием. Перед ней прогибались, когда она приехала, и закончилось это все. Бордюры не сделали. Смысл какой этих дорожек, асфальта, если они соединяются с дорожками пешеходными, и по ним ездят машины. Как нельзя кстати, во дворе появился и действующий управдом. Правда, увидев камеру, всех секретов работы раскрывать не стала. И о помощи со стороны Матвиенко тактично умолчала. Ну, ребята, на самом деле не надо. В Красненькой речке Валентина Матвиенко получила почти 95% голосов. Жители в один голос уверяют, что голосовали душой и сердцем. Сергей Семенов, Дмитрий Поляков и Евгений Нестеров. Новости 24. Петербург.